Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Марии Шматковой, кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Сегодня говорим о грибах, а точнее о вешенках. Наталья Викторовна, чем же хороши эти грибы? Ну, вешенку королевскую, наверное, знают все. И все ее пробовали, и готовили, покупали. Так что я ничем не удивлю, наверное. Но просто расскажу немножечко, чем же хорош этот гриб. Вообще-то, этот гриб на Западе называют устричным грибом за его такой изящный вкус и деликатесное мясо, так называемое. И этот гриб содержит, помимо основного набора минеральных веществ и витаминов, очень ценный витамин Д2, который назначают при заболевании костей, остеопорозе, при слабом росте у детей. И этот витамин, он с легкостью растворяет холестериновые бляшки, за что этот гриб очень популярен в Японии. Потому что японцы его очень любят, и блюда из гриба вешенки у них ценятся намного дороже, чем блюда из их национального гриба, шиитаки. А в Японии, как вы знаете, очень низкий процент заболевания, и сердечных заболеваний очень низкий уровень. И нет людей, мало встречаются люди с ожирением. Поэтому, благодаря тому, что они употребляют много гриба вешенка королевская. Еще одним плюсом к этому грибу можно поставить то, что у него большое содержание йода, такое же, как в морской рыбе. И еще, чем он отличается, тем, что он низкокалорийный. В 100 граммах грибов вешенка все 38 килокалорий. То есть он является стопроцентным диетическим продуктом. Кроме того, он универсальный. Если одни грибы, допустим, можно использовать в сушеном виде, сушить в основном, грузди мы там замачиваем, некоторым и только для жарки, то этот гриб универсальный. Его можно и солить, мариновать, замораживать, отваривать, жарить, тушить. Его можно использовать в качестве начинки для пирогов, для первых блюд, для вторых блюд. И растет он на ножке, которую пищу не употребляют, потому что она жесткая. А вот на ножке гроздью растут эти грибы. Ну, наверное, вы все видели на рынках и знаете, этот гриб прекрасно. Светло-серого цвета у него шляпки. В этой гроздь бывает до 20 штук грибов. И она может, эта гроздь, букет этот, весить до 2 килограмм. Шляпки у грибов от 5 до 20 сантиметров. Ну, в зависимости от того, когда его срезали, гриб. Так что вишенка королевская – прекрасный гриб, который сейчас даже составляет конкуренцию шампиньонам. То есть на одном уровне идет практически с шампиньонами. Наталья Викторовна, сложно ли вырастить этот гриб? Да, вы знаете, никакой сложности нет. Никаких материальных таких затрат, если вы собираетесь выращивать этот гриб самостоятельно. Никакого там специального оборудования или навыков каких-то особых. Просто нужно вот понять, как выращивать, как можно вырастить этот гриб у себя на даче. О чем мы сегодня и будем рассказывать. Ну, я хочу сказать сначала, что, наверное, многие любят собирать грибы и часто ходят в лес. И, конечно, собирать грибы прекрасно. В наше время, сезон-то короткий сбора грибов, где-то конец лета, начало осени и все. А дома, на даче, выращивая вишенку, вы можете собирать эти грибы, начиная с апреля по сентябрь, по октябрь. Если у вас все получится, если вы будете все делать правильно. Потом собирать грибы. Допустим, я каждую неделю собираюсь, каждый выходной собираюсь пойти в лес за грибами. Но нужно рано встать, нужно экипировку соответствующую, потому что страх получить, принести домой клеща, не дай бог, энцефалитного. Далеко отходить я не могу от дома, потому что боюсь потеряться. Вдоль обученной в дороге собирать грибы тоже нонсенс, потому что они очень сильно аккумулируют. Вот эти все вредные выхлопы, газы, вредные вещества накапливаются. Ну, в общем, как видите, надо знать места, где грибы растут, а не просто походить по лесу полдня, да не дай бог заблудиться и прийти с клещом домой. Поэтому как-то у меня не получается пойти. Потому что осень то сухая, без дождей нет грибов, то она очень холодная и дождливая, тоже грибов нет. А здесь у вас будут грибы тогда, когда вы захотите. Пошли, срезали. Но вначале нужно купить мицелий, потому что мицелий – это грибница, которая развивается и превращается в гриб. И нужно прийти в магазин или заказать по интернету. Но сейчас это не представляет никакой сложности. Мицелий нужно выбирать правильно. От того, какой мицелий вы купите, 50% успеха зависит. И мицелий чаще всего продают на зерных проросших пшеницы или овса. И мицелий должен быть свежим, он должен быть такого светлого цвета, светло-серого цвета. Если на нем есть зеленые пятна, коричневый, черный – это значит плесень, мицелий покупать такой не следует. Иногда вы можете, вам могут предложить мицелий, размноженные на брусочках, на небольших. Эти брусочки находятся в целлофановом пакете, и они заражены вот этой грибницей. Но покупать нужно тоже правильно. Пришли в магазин, предложили вам брусочки с мицелем. Хорошо, если они в прозрачном пакете. Вообще, все хорошо покупать, когда вы можете увидеть этот мицелий. То ли зерна пшеницы или овса с мицелем в целлофановом пакете прозрачном, то ли вот эти брусочки, заполненные мицелем. Все нужно видеть. Если же вам предложили в таком непрозрачном пакете, просто нужно на ощупь смотреть, как эти брусочки держатся монолитом, крепко, значит, они стоят плотно друг к другу, и мицелий уже размножился, он все это опутал. Грибница нормальная, можно ее покупать. А если нет, тогда покупать такую мицелий не стоит. Так что от правильного выбора мицелия зависит 100% вашего успеха. На чем нужно выращивать эти грибы? Мы будем сегодня говорить о самом простом способе получения вешенки Королевской на дачном участке. Это получение ее на поленьях. Вот пришли, сделали, нарезали себе поленьев длиной где-то сантиметров 40, диаметром сантиметров 20. Маленькие поленья не берите, потому что урожай будет слабый. То есть такие средние нормальные поленья, их можно или в лесу нарезать, или дома. Если, допустим, у вас старое дерево яблони, вишни, там, груши, можно эти пустить в обиход. Нарезайте вот эти поленья, но нужно брать только лиственные породы. Вот ель, сосну не берите, потому что у них много смолистых веществ, вот этих эфирных масел, которые погубят грибницу вешенки. И не нужно брать тополь, он аллергенный. И дуб не нужно брать, потому что в нем дубильные вещества, дуб тоже плохо влияет на вкус вешенки. А все остальные, береза, ольха, что там у нас еще, какие у нас есть деревья, все остальные деревья, особенно плодовые, можно использовать в качестве вот этих нарезаний, вот этих пенечков. И пеньки должны быть сырыми. То есть их нужно после того, как вы их нарезали, обязательно поместить в какую-нибудь емкость с водой, ну, в ту же бочку, чтобы они хорошенько напитались влагой. Вот эти поленья должны быть сырыми. Ну, если древесина свежая, то можно и не вымачивать. И обязательно нужно сделать надпилы. Взяли пилку, обычную пилу, и горизонтально сделали побольше вот таких надпилов, глубиной 3-4 сантиметра, потому что туда вы будете заправлять вот эту грибницу вешенки. Если у вас брусочки, вы купили мицелли на брусочках, вы можете взять дрель, и дрелью вот в этом вашем полене сделать несколько отверстий, 10, 15, 20, чтобы туда брусочек хорошенько проходил. Сверху можете на полене сделать надпилы. То есть готовите бревно к заселению мицелли. И потом туда помещайте мицелли во влажное бревнышко, вот в эти все надпилы, вот в эти дырочки, которые вы сделали, закрываете или пластилином, или глиной залепляете, и ваше бревно уже засеяно. Да, Ликторовна, а когда лучше всего это делать? В какое время? Сеют, как правило, или ранней весной, или ранней осенью. Если вы делаете это осенью, вот как сейчас, то получите вы первый урожай в следующей осенью, то есть год пройдет. Если же вы посеете грибы, засеете мицеллием вот эти поления рано весной, то уже в сентябре, в октябре у вас будет первый урожай. И готовые у нас поления, мы их засеяли грибницы и вешенки. Что мы с ними дальше делаем? Мы их должны прикопать. Вот эти поления высотой 40 см, выбираем местечко в саду, под тенью деревьев, навесов, заборов, не на ярком солнышке, чтобы эти поления у вас стояли. Выбирайте местечко и свои бревнышки рядом друг от друга, ну на расстоянии сантиметров 10 друг от друга, прикапывайте на глубину 10-15 см. Поэтому мы берем 40 см, чтобы 10-15 см прикопать, а на почве у вас будет где-то 25 см полена вашего зараженного мицеллием. И осенью, если вы посеяли, то самое главное, да и весной тоже, поливать почву, чтобы почва была влажная, не поливать полено с мицеллием, а поливать только почву. Ну вот если вы решите осенью посеять, то вам нужно будет после того, как вы вкопали свое полено, поливать, пока сухо, а потом прикрыть свои поленья или листьями, ветками, лапником, рогожей, мешковиной, ни в коем случае не пленкой. И эти ваши полины будут зимовать. Они будут несколько лет зимовать, давать урожай и уходить в зиму. Трогать с места их не нужно. Старайтесь так их прикопать, чтобы вы могли их не зацепить шлангом, чтобы они стояли прочно, чтобы они не шатались. Вот. И будете собирать урожай с этих поленей. Если твердая древесина, то такое полено может плодоносить 5-6 лет. Если мягкая древесина, 3-4 года. В зависимости от размера и от мягкости и твердости древесины. Наталья Викторовна, на какой урожай можно рассчитывать, если все условия выполнены? Первый год вы соберете урожай где-то с каждого бревнышка, с полена, где-то полкилограмма вешенки. А вот уже на второй год, когда и грибница полностью завоюет вот это полено, там уже урожай с каждого бревнышка может быть 2-2,5 килограмма. Собирает урожай в зависимости от сроков пассива, я сказала, с апреля по сентябрь, по октябрь. Аккуратно срезаете грибы, они растут новые. Поливаете землю вокруг грибов, вокруг вот этих своих полей укрепленных. И таким образом вот можно 5-6 лет получать урожай. И очень удобно, если у вас есть старые деревья или пни, которые вы собираетесь корчевать на участке. Ну это такая трудоемкая работа. Так вот их можно засеять вот этими цельем вешенки королевской. И через 5-6 лет от вашего пня или от сухого дерева не останется и следа. Потому что грибница, она разъедает вот эту древесину. И вы не будете корчевать вот эту, делать тяжелую работу по выкорчевке старых пней. Так что как бы 2 плюса. Вы и грибы получите, и избавитесь от старых деревьев. И еще хочу напоследок сказать, что сейчас в продаже есть мицелий и лесных грибов. Вам могут предложить мицелий и подосиновиков, и подберезовиков, лисичек, груздей, белых грибов. Хочу сказать сразу, что не покупайтесь на эту удочку. Дело в том, что лесные грибы, они растут в лесу, в тени деревьев, на определенной почве, на разнотравье. И здесь на участке, где вы вносите и удобрения, и компост, и различные химические вещества, может быть, обрабатывать. Совсем другая почва, она не лесная, она обработанная. Поэтому эти грибы, вот так как вешенка, они расти у вас не будут. Поэтому покупайте вешенку королевскую, засевайте свои пни, и получайте урожай вешенки королевской у себя на участке, не выходя в лес. Спасибо, Наталья Викторовна, за ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин